Привет, друзья! Всем привет! А мы в Одессе! Да, мы снова с вами. Мы приехали, чтобы посмотреть достопримечательности этого красивого города. Погулять по красивым местам и посетить интересные заведения. Поэтому саживайтесь поудобнее, дальше будет на что посмотреть. Управились посмотреть все красоты этого города. Там можно сделать большое количество классных фотографий в разных образах. Я такого объемного меню еще нигде не видел. Я даже не ожидала, что Одесса мне так понравится. Наслуждаемся нашим вечером! Вчера и позавчера мы были на рыцарском турнире, где Артем доблестно сражался. Но настоящим героем не была ты, потому что, несмотря на проливной дождь, 5 часов ожиданий, ты стойко все вытерпела и поддерживала меня в каждом бою. Я роженосец. Твой. Если вы хотите посмотреть, как проходил турнир и как мы сражались, переходите по ссылочке. Там есть на что посмотреть. Одесса, Южная Пальмира, столица юмора широко известна и за пределами Украины. Этот колоритный город с искрометным юмором отличается как богатой историей, так и уникальными традициями. Поэтому мы уверены, что Черноморская жемчужина найдет чем нас удивить. Одесса – это самый большой порт Украины, терминалы которого растянулись по всему побережью. Вид на корабли и яхты просто захватывает. А начинаем мы проволоку, конечно же, с сердца Одессы – Дерибасовской улицы. Гостиница «Большая Московская» была построена во времена отельного бума в начале 20 века, когда в большом количестве возводились доходные дома. Это роскошное здание в стиле модерн стало одной из самых популярных одесских гостиниц. Городской сад – это красивый парк, где в прошлом кипела бурная жизнь одесского общества. На территории сада находятся фонтан и красивые скульптуры львов. И, кстати, в архитектуре Одессы лев очень часто встречается. А также тот самый 12-й стул из знаменитого произведения Ильфа и Петрова с самыми известными фразами Остапа Бендера. Утром деньги, вечером в стуле. Вечером деньги, утром в стуле. Где мои бриллианты? Тут есть денежки. Чуть-чуть. Но с погодкой нам явно не повезло. Выходные выдались очень дождливыми. Мы промокли на турнире. Мы уже устали немного. Но это не остановит нас от приключений по Одессе. И мы все-таки отправились посмотреть все красоты этого города. Хочешь идеальное фото? Тогда тебе в пассаж. Красивые скульптуры, лепнина на стенах, стеклянная крыша делают его великолепным. По размаху оформления пассажу, созданному в XIX веке, нет равных во всей Одессе. В целом Одесса мне очень нравится. Это прекрасный город с большим количеством архитектуры. Особенно мне понравился пассаж. Там можно сделать большое количество классных фотографий в разных образах. И я туда вернусь еще. Сделаю кучу фоток. Пожалуй, самое красивое здание в Одессе – это оперный театр. Он по праву входит в топ-10 красивейших театров Европы. Здание театра было возведено в стиле венского барокко во второй половине XIX века. А уникальный по акустике зрительный зал декорирован изысканными элементами французского стиля. Одесса не зря носит титул культурной столицы. Тут проводится множество концертов и фестивалей. За красивейшим фонтаном с разноцветными клумбами находится еще два музея – археологический и литературный. Рядом с парком скульптур. Наконец-то рыцарские турниры закончились. И мы можем насладиться Одессой в полной мере. И мы находимся в прекрасном месте, которое называется «Облака». Этот ресторан находится в центре города Одесса. И это самый высокий ресторан. Находится на девятом этаже, прямо под облаками. Здесь очень уютная, крутая терраса, откуда открывается прекрасный вид на город, на море. В ресторане очень вкусные блюда и довольно большие порции. При этом цены соответствуют качеству заведения, выше среднего. Стоимость блюда в диапазоне 150-250 гривен. Но добавочная стоимость впечатлений от панорамного вида бесценна. Кухня здесь просто необъятная. Здесь начинаются блюда от украинской кухни, итальянской, азиатской кухни. Здесь все виды различных мучных изделий, вареников, риолей и так-так-так-далее. Я такого объемного меню еще нигде не видел. Сейчас мы будем тестировать несколько стандартных блюд, цезарь или карбонара, по которым, знаете, можно определить качество заведения. Хоть это и не подход к высокой кухне, но для обычных людей это интересно. Ну и дальше будем тусить, гулять и развлекаться. Так что оставайтесь с нами и мы пойдем вместе. Начинается бульвар с красивого здания Одесского горсовета. Правда, больше похожим на театр или музей, чем правительственные объекты. Нам всегда интересно покупать музей московых юг. Именно Кулина один из таких в Одессе, поэтому пойдемте посмотрим, что внутри. Малефисента и принцесса Аврора. Ну что, Рокки, этот бой будет последним. Атос, Партос, Верамис, Агдегасконец, Дартаньян, Ваше Величество, Екатерина Вторая. Это у нее можно просить к черевичке? К черевичке? К черевичке. Хочу черевичке. Ой, шерпята. Целое семейство. Хочу спорить, хочу быть в их семействе. Тоже зеленый и большой? Ну и кубенькая. Может так? Блендер Мэт. После ярких впечатлений в музее восковых фигур Бабы Ути мы отправились в самое прогулочное место Одессы – Приморский бульвар. Одно из самых красивых и популярных мест в Одессе – это Приморский бульвар. Здесь много деревьев, растений, очень свежо и уютно. Много людей прогуливается с собачками, устраивают утренние пробежки. Также можно встречать рассвет и провожать закат. Возле Потемкинской лестницы находится открытый в прошлом году Греческий парк. Главная инстаграмная достопримечательность парка – фонтан. Начало-начало. Сделан фонтан в форме огромной головы, украшенной лавровым венком, с которого стекает вода. Напротив Греческого парка, с двой стороны Потемкинской лестницы, находится Стамбульский парк. Хоть парк и открылся совсем недавно, но уже успел полюбиться и местным жителями отдыхающих. Тропинки из гравия ведут к диковинному фонтану, который представляет собой огромный камень с гротом. Самым узнаваемым памятником Одессы заслуженно называют памятник Дюку-де-Решелье. Или просто Дюку, как ласково называют его одесситы. Среди топовых достопримечательностей Одессы, конечно же, Потемкинская лестница. Она насчитывает 192 ступени и ходит в десятку самых красивых во всей Европе. На Потемкинской всегда бурлит жизнь. Летом ступени превращаются в зрительные трибуны. Тут смотрят концерты, фильмы и праздничные салюты. Недалеко от Приморского бульвара нашему взору открывается величественный памятник императрице Екатерине II. В несколько нишек еще четыре памятника, возведенные личностям, благодаря которым началось строительство порта в Одессе. Иосифу де Рибасу, Григорию Потемкину, Платону Зубову и Францу де Валану. Во время хорошей прогулки главное делать классные пидстопы. И для этого кофейня «Ваниль» на Приморском бульваре подходит лучше всего ребят. И еще здесь самые знаменитые профитроли. Мы сегодня их попробуем, но уже на вид очень вкусные. Как всегда, я засвинякился. Самым популярным пляжем Одессы является знаменитый Ланджерон, увековеченный в песнях об этом удивительном городе. Этот пляж находится рядом с парком имени Шевченко, недалеко от исторического центра города. На Ланджероне создана живописная набережная с пальмами, фонтанами, гейзерами, лавочками с красивейшей вечерней иллюминацией. Рядом находятся знаменитые дельфинарии «Немо» и одноименный отель, а также работают рестораны, бары и ночные клубы. Пляж Ланджерон – наше излюбленное место, как для отдыха на море, так и для приятных вечерних прогулок у пирса. Я даже не ожидала, что Одесса мне так понравится. Это любовь с первого взгляда. Здесь есть всё – парки, растения, цветы, красивые заведения, архитектура и даже пляж с пальмами. Да, я тебе говорил, что Одесса очень крутая, ты не верила. Мы сюда переедем. Ну, да, поживем увидим, но я бы не отказался заиметь домик у моря, так сказать. Жалко, что в этом трассе, в эту поиску нам не фартануло с погодой, потому что реально, как в Лондоне, дождь, ветер, потом яркое-жаркое солнце. Мы даже не смогли покупаться. Да, водичка не самая тёплая, но, может, завтра утром ещё заскочим, как минимум, наокунуться. Ну, а пока нам пора ужинать. Поэтому мы сейчас пойдём поищем какое-то классное уютное заведение. Мы решили вернуться в город. Там уйма красивых заведений, которые хотелось бы посетить. Так что, ребята, ждём прикольного заведения и наш мини-обзор. Более чем 200 лет назад, на территории нынешнего парка Шевченко располагалась турецкая крепость Хаджибей. На крутом берегу залива возвышалась небольшая крепость. Вокруг неё выстроена высокая защитная стена с круглыми башнями по бокам. В 1793 году крепость перестроил и усилил Александр Суворов. Она имела 5 бастионов и 120 орудий. По всему периметру форт был обнесён валами и рвами. Мы долго думали, куда пойти поужинать и пришли на одесский фуд-маркет, так как здесь много разных кухонь, и есть чего выбрать. Нам повезло, что сегодня мало людей, так как понедельник. Поэтому мы наслаждаемся нашим вечером. Пока Аврора трескает сырую рыбу в суши, я решил насладиться этим шикарным бургером Купер. И у них сегодня акция 2 бургера по цене одного. Однако, честно, посмотрев на него, я побоялся, что я его не осилю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто бы осилил 2 таких бургера. Может... А потом он считает, что он... Это правда, я на сушке сейчас. Поэтому эко-кола без сахара и немножко, совсем немножко, Рома. Ну, хорошего вечера, ребят. И вот, ребята, после хорошего ужина в финал вечера должно было стать отличное путешествие в ночной клуб, танцы и пару коктейлей. Но Ибица была закрыта, поэтому мы нашли в другой клуб, который ничуть не хуже. К сожалению, нам с погодой какой-то рок не везет абсолютно в этот раз. Пока мы ехали в Аркадию, начался дождь и клубы начали массово закрываться, мы успели в последний в Итагу. Но, вы знаете, здесь довольно-таки прикольно, классный интерьер и финальный танец, финальный коктейль все-таки состоятся. Поэтому на сегодня мы будем завершать нашу историю. Подписывайтесь, ставьте комментарии и лайки.